Почему из всех Ельцин выбрал в преемнике Путина? Вы знаете, на него есть до такой степени простой и примитивный ответ. Ребят, не надо каких-то сложного анализа. Это все очень-очень просто. Я вам сейчас расскажу, почему это произошло. Ельцин сам отвечает на этот вопрос, очень убедительно отвечает в своей книге. Как это ни парадоксально, смешно звучит, да? Ну как, вот разве можно верить, книга это же для каких-то пиаровских целей, а на самом деле там наверняка были какие-то подковерные интриги. Что-то значит внимательно. Вы посмотрите, что он пишет. И это не просто абсолютно правдоподобно, а я подтверждаю, что вот весной 99-го года, когда, я так понимаю, это решение у Ельцина сделать Путина преемником созрело, это действительно было так. Что пишет Ельцин? Вот вернемся к теме об импичменте. Импичмент был таким пиком противостояния Ельцина со всеми, самой разной сборной солянкой его противников. За импичмент, голосование по импичменту состоялось в Госдуме в мае 99-го года, голосовали там все, и коммунисты, и ретрограды-националисты-консерваторы, и либералы-интеллигенты из партии Яблоко, и бюрократы из коалиции Лужкова-Примакова, которые просто хотели, значит, присосаться к этому властному пирогу, да? Ему не хватило чуть-чуть голосов. То есть Ельцина реально могли отправить в мае 99-го года в отставку, и для него это была, конечно, супер болезненная тема, что вот сейчас меня возьмут и уволят. Он пытался зацепиться за власть, сохраниться, защищаться, и сделать так, чтобы импичмент не прошел. Но Ельцин в тот момент был супер непопулярен, от него реально все уже отвернулись, и остался, в общем, только самый отстой, которому просто было некуда идти и некуда бежать. И вот вам та самая фраза из мемуаров Бориса Ельцина, президентский марафон, который очень просто и логично объясняет, почему Путин стал его преемником. Ельцин задал себе вопрос, вот в этот решающий, судьбоносный для него момент импичмента, когда Госдума могла его отправить в отставку, на кону стояла вся его политическая карьера и вопрос о власти. Ельцин задал себе вопрос, а кто остался возле меня в момент импичмента? И выяснил, что никого не осталось лояльного Ельцину, кроме Путин. Вот такой простой ответ на все эти, значит, там, сбившиеся с ног поиски чаши Грааля. Почему же он этого плюга-вочмошника выбрал себе в преемнике? Да вот поэтому я могу абсолютно подтвердить. У меня был очень интересный тоже эпизод. Там мы ходили в сауну с атомщиками. Мы взаимодействовали тогда активно с атомной отраслью. И там были такие вот серьезные руководители Росэнергоатома, пара директоров атомных станций. Мы там пошли с ними обсудить какие-то рабочие вопросы. И они все очень сильно не любили Ельца. И тоже вот еще характеристика того времени. Они все время всю дорогу активно его ругали, причем в открытую. Что все, значит, он уже никакой, скоро уйдет. Придут наши. Они, кстати, поддерживали коалицию Примакова и Лужкова. И вот, значит, такое было ощущение, что все, значит, ельцинскую власть сейчас сметем. Придут какие-то, типа, другие люди. Грядут перемены и так далее. Ну и начали потешаться над ельцинским окружением. Вот я впервые тогда услышал эту фразу. Это был апрель 99-го года. Еще задолго, как Путин стал преемником. Типа, ха-ха-ха, кто вокруг Ельцина вообще остался? На кого он сегодня может опереться? На Путина, что ли? И это вызвало гомерический хохот, потому что фигуру Путина никто тогда не воспринимал серьезно. Как выяснилось, на самом деле это было зря. Это было зря, потому что как раз в этот момент Путин провернул вот эту самую мерзкую операцию, которая фактически вознесла его на политический олимп. Вот это была операция с записью на видео бывшего генпрокурора Скуратова с какими-то проститутками. Это как бы абсолютно неважно про эту пленку, хотя вот было очень мерзко видеть, что власть докатилась до таких методов, и эту пленку продемонстрировали по центральному телевидению. Скуратов был одним из ключевых политических противников Ельцина. Он был, еще раз, к вопросу о том, какая тогда была все-таки институциональная демократия. Это был генпрокурор, который открыто вел дела против окружения президента. В частности, вот там была такая история про дело Мобитекса. Это швейцарская фирма, которая заработала некие откаты на ремонте комплекса зданий московского Кремля. Очень интересная пара моментов про это. Тогда руководителем этой фирмы Мобитекс был такой бизнесмен косовско-албанского происхождения Бюджет Поколи. Его фамилию очень много полоскали в российской прессе того времени. Так вот, Бюджет Поколи потом стал первым вице-премьером, министром иностранных дел и исполняющим обязанности президента даже ненадолго. Вот того самого Косова, про которое у нас в стране до сих пор идут споры ожесточенные, это все-таки Сербия или нет. И другим важным фигурантом всех этих событий был вот еще одна такая яркая кадровая ошибка Ельцина. Павел Бородин, который возглавлял фактическое управление делами администрации президента с 93-го года, ну был такой вот, как говорят, крепкий хозяйственник. К нему тогда активно применяли этот термин. На самом деле я вам говорил, что если вы слышите слово крепкий хозяйственник, это значит вор. Вот Бородин был точно таким. И как Ельцин его назначил? Он съездил, Бородин был мэром Якутска. Ельцин съездил в город Якутск, и ему понравилось что-то, что Бородин там отремонтировал. Какой-то евроремонт в Якутске понравился Ельцин. И он, вот кадровая политика первого президента России, да, он взял и сказал, значит, вот этого хозяйственника я хочу себе в Москву, чтобы он мне Кремль также, значит, отделал. Вот Бородин отделал Кремль с откатами. Это была такая одна из первых громких историй коррупции. По нынешним временам просто семечки, какие-то жалкие там несколько миллионов долларов. Сейчас нынешние триллионные коррупционеры просто подняли бы все это куром на смех. Но генпрокурор Скуратов активно это дело раскручивал и на самом деле правильно делал. Это было абсолютно, вот была иллюстрация того, что тогда в России была демократия, демократический процесс. Генпрокурор мог возбуждать дела против окружения президента. Но, значит, вот Ельцинская вот эта администрация и семейка, она хотела Скуратова политически уничтожить и вот опубликовала эту мерзкую пленку в качестве вот такого телевизионного на него компромата. Кто проводил эту операцию? Как вы думаете? Пожалуйста, в студию. Наш герой. Ну, я думаю, что многие знают эту историю, но просто никого не нашлось в высшем руководстве страны, кто вот такую мерзкую хрень мог бы провернуть и довести российскую политику до публикации какого-то секс-компромата на телевидении. Нам, честно говоря, было это все ужасно просто смотреть, да. Но я так понимаю, что в администрации Ельцина Путин за это дело получил свой такой очень большой орден. И для него открылась дверь к тому, чтобы действительно стать таким политическим спасителем ельцинской семьи. Вот они искали такого преемника, который будет суперлояльный, не дергаться и обеспечить им гарантии, а там хоть трава не расти. И вот такого преемника они нашли. Продолжение следует...